Вот приехали люди. Так, с той стороны кто-нибудь обойди, Володя, позвольте. Под знаменитыми колесами. Здравствуйте. Я не знаю дорогу. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы у нас с Иваном Шушанином. Шушанин? Там дорогу знают. Мы вообще первые для нас, знаете, как-то. За границу попали. Ну, если не знаешь местность, не знаешь дорогу, поэтому... Мы только в 11 собрались. И водитель у нас сегодня другой, поэтому... Он через подстёкные обычно ездит. Совсем далеко. Пойдём? Пойдёмте, наверное. Там прохладно. На самом оборот, потом на солнышко. Вы туда зайдите, досмотрите. А это... Венфона... А, ну, просто... Пойдёмте. Там, куда-нибудь подключите. Да, мы тут дорогу вам покажем. Сразу вы здесь выйдете налево и всё. Сейчас будет плутать. Так, после... Здесь они... 23. А здесь... 604 надо здесь. Угу. Семьдесят четыре. Походи, Лена. Угу. 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 А куда пошли? Куда пошли? На下面. Угу. 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 Это необходимо. Куда пошли? Потому что у меня тоже нет. У меня вот то, что вы присылали, по сравнению Мамонтовского обновления. Давайте мы где-нибудь присядем к делу, чтобы поудобнее было. Давайте стручки возьмем. Ну, пойдемте, где удобнее, что мы будем разговаривать. Стоит и не будем. Ходи рядом. Давайте сели сюда. Положи свой. Первая сессия собиралась в Мамонтово. Всех. Выступил первый. Со всех сторон. Если мы потеряем жителей, то весь бюджет скорченого уйдет и потеряем. Ну и, конечно, прибрали. Потом прибрали. Сейчас все. Поехали. Попал. 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 И до 20 лет уже в целом месяце собирается новый сессий депутатов. В марте месяце мы получаем уже документ за подпиши Сурикова. Это нам был еще не губернатор, а посетатель проекта. Восстановить поселок потеряется. И дальше первое. Соответственным комитетом произвести мероприятия, какие положены. И все. Но на этом все это. Мы получили этот документ. Уже было, что как и вставлен специально. Стались вставлять проект в деревню Сыкинбурга. Все уже было. Как бы поставлено. Только осталось что? Деньги, деньги. Брат был в городе жил. И все, деньги уже, говорит, перечислили. Ну там буквально откуда? Сюда по улицам, считай. Проходит месяц, деньги не поступили. Двадцать тысяч обделялось на проект. Ну и проект, конечно, мы не получили. Но в деревне есть у нас все. Улица. А когда я был сейчас в министерстве образования, то заместитель Калаченко. Она попросила у меня подпись, я где-то там документ, что у нас поселок потеряется. Но потерявка, она официально не сделала. Ну да. Баренник пошел, потерявка. Зашел, когда школа капла в школу. Но, знаете, когда со школой было, самое легче было нам в деревне дали, неужели получить разрешение, чтобы у нас была школа. Дети-то подрастали, уже идти в школу. Нужно. Собирались в мамонтов сессии депутатов, пригласили меня и староста Игоря. Игорь. До того это была сессия, это для наших не достигнутый вопрос рассматривался. Впереди там все такое было. Как умывальник поставить, как бутылки пустые где сдавать, и прочие такие. Наконец, наши ставили. И вот все выступают. А зачем там это? Можно, значит, сами обучайте. Но потом я уже вставал и говорю, а почему мы сами должны обучать? Да я и не имею на это никакого права. У меня нет на это и знаний. Есть определенные, как я, чтобы дать ученику, сегодня, как Пугачева поет, первый класс, хуже института. Сейчас не так просто. Не так просто. Он в третьем классе. Племянник там учится. Сын племянника. Я подумал, ну как это, решить ее там? Я решил ее? Нет, неправильно решил, так не решают. Ну как? Х, Y, найти там неизвестно и все. Ну вот, значит, долго решали они все. Потом встает один депутат, был такой, он тогда был начальник ПМК, наверное, Фрис фамилия помнится, не знаю как. Он так выступил. Говорит, мужики, я не знаю о чем. Говорит, все русские, и русские вас просят. Говорит, чего они просят? Мы ничего не просят, только чтобы официально было на школах. Ну и, наконец, нам скажут, что у вас будет филиал Хорчинской школы. Мы документа никакого не требуем. Рабка ПРАДРА, что филиал будет. Ну и филиал, филиал идет. Будут учатся ученики. У нас один год было двадцать пять еще учеников. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять. Заканчивает Аградное. То есть, а сейчас, когда там коснуется, у вас нет филиала? У нас филиал только, говорит, в Гуматовской районе два филиала только. Украина, это равно. Да. А это не это? А как? Ну, я сейчас говорю, я не знаю. У нас филиал Хорчинской школы. Учителя как бы там работали. Нету вы же потеряющей школы? У вас никакой нет? Дети Хорчинской школы, вот сколько с девяносто седьмого года, получается, школа как была здесь организована? То, что вот в то время, когда вы вот сейчас рассказываете, никак документально практически не оформлено, потому что вот то, что Елена Анатольевна мне документы давала, то, что мы еще нашли, но нигде, никаких документов о создании здесь филиала нет. Вот только единственное постановление, что подписано Татьяна Павловна Анатольевна, о том, что сохраняется, потеряю как филиал. Но официально филиал никогда. Ну, если вы получили, на этом успокоились, все у нас идет нормально, все обучение нормально, дети наши заканчивают, поступают дальше, завед заканчиваются. Вот в этом году в девятый класс был у нас выпуск, три человека. Все получили красный аттестат. Да, все всегда хорошо сдавали дети. И вот то, что у нас в 2013 году, вот очень остро этот вопрос, собственно говоря, мы должны были поднять в 2013 году, когда новый закон об образовании вступил в силу, когда без лицензии сейчас запрещено ввести образовательную деятельность по тем адресам, которые не оказывают. А лицензию кто должен получать? Лицензию должна получить школа. Школа. Но для того, чтобы получить лицензию в школе, нужно определенный ряд требований выполнить, чтобы лицензия была получена. Допустим, в нашей школе получить лицензию, какие требования? Для того, чтобы сегодня как филиал создать официально, чтобы было создано, понятно, что школа как юридическое лицо у вас здесь не будет организовано. Я могу сначала вопрос у меня, сколько всего сейчас жителей в подъекте пожелать? Жителей сколько? 33. 33. Детей всех несовершеннолетних до 18 лет. До 18 лет. Трое, наоборот, не школьников. Трое, наоборот, не школьников. Треть школьников. Три школьников и три шесть. А? Шесть. Молодцы. Та человек. Поэтому для таком количестве детей, конечно, юридическое лицо школы создано не будет, потому что сегодня со всеми процессами, которые проходят, как разораннее, наоборот, юридические лица сокращаются. У нас Стравное, Украинка. Это две школы, в которых украинка сегодня 20, от 20 до 25 детей обучается. То есть она у нас уже два года филиалом. Все лет равно был филиал, но сейчас он юридически сохранится. Но так как там осталось семь детей, там дорога позволяет детей возить в островную. То есть там у нас 18 километров. Спецтранспорт нам в этом году выделили. Мы этих семь детей будем возить, обучаться в островную школу. Вся проблема у нас с потеряевкой в том, что у нас нет дороги. Вот если бы у нас здесь была дорога, у нас бы никаких проблем с образованием детей вообще не возникло. Мы могли бы их вывозить и все вопросы бы решили. Но то, что мы сейчас проехали, я не первый раз у вас здесь потеряю в километре. То есть чуть дождик прошел, дороги нет. Правильно понимаю? Зимой вообще нет. Зимой вообще нет. Зимой вообще нет. Поэтому для нас нереально. Для того, чтобы обучать детей здесь, мы должны этот адрес описать в центре. Вот это здание, оно принадлежит ко мне. Ну или не принадлежит и все. Сейчас-то мы сами сделали и все. Поэтому были... Как про кабинет, оно вообще вводилось, не оформлено? То есть не таким образом адрес почтовый в этом обещении есть? Есть ли участие? Есть ли участие? Мы платим, как электронергию, платим на... Нет, меня интересует... Знаете как? Школа. Он на кадастровом учете? Нет, нет. Мы не оформлены. Вот для того, чтобы получить лицензию, первое, что должно быть у школы, это либо право оперативного управления, на здании должно быть свидетельство. Вот у нас здания все, которые есть, они переданы. То есть оперативного управления я... Человек разумный, я понимаю, что в школе никто оперативное управление не даст на управление вот этими тремя помещениями, которые мы сейчас находимся. А что такое оперативное управление? Это что? Ну, это документ, который позволяет распоряжаться этим зданиями. Так, а почему они не дадут? Что это в задании? Не должны дать. Это должен собственник передать это имущество. Вот смотрите, у нас Корченская школа, здание Корченской школы, оно принадлежит муниципальному образованию Мамонтовский район. Собственником является Мамонтовский район. Но у нас есть свидетельство о том, что это здание передано в оперативное управление школы. Они там размещают свои классы, они его, как скажем, отапливают, освещают, они за ним ухаживают, за этим зданием все. Оно их. Они им пользуются. Кроме того, что должен быть, это может быть еще документ аренды. То есть вот собственник, кто, я поэтому спросила, кто собственник этого помещения, он может со школы подписать договор аренды, по которому школа тоже может разместить здесь свои какие-то помещения. И определенная ответственность стоит с другой стороны. Кто берет на себя ответственность за электроэнергию, за отопление, за все. То есть вот эти вопросы должны быть чисто имущественные. Дальше, чтобы лицензию получить, у нас обязательно помещение должно пройти экспертизу санитарно-эпидемиологическую. То есть, что это здание полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для того, чтобы это сделать, нужно снова в школе, вот Елена Анатольевна, как руководитель школы, она должна подать заявку в Центр гигиены и эпидемиологии о том, чтобы это заключение сделали. Они приедут, они возьмут санитарные правила, все в соответствии с санитарными правилами, они посмотрят. Соответствуют по площади, по освещенности. Ну, я не буду вдаваться в санитарные нормы, вы можете их все сами посмотреть и изучить. И третий документ, который нужен, это соответствие требованиям божьего отзора. То есть, пожарники тоже должны выдать свое заключение. Без этих документов на лицензию мы не можем. Мы почему? Мы этот вопрос потеряем, как ты отработала с 2011 года, то есть получается 6 лет в этом году и 6 лет мы этот вопрос поднимаем. Как нам сделать так, чтобы все было законно? Естественно, вопрос о том, что незаконно здесь дети учатся, для меня, например, он, по-моему, не был. Ежегодно у нас этот вопрос поднимался. И то, что вам в министерстве в нашем сказали, деревня призрак, школа призрак, ну, это немножечко лукавят они, то есть о том, что у нас такая школа есть, об этом знают все везде, что дети обучаются. И что для нас лицензию получить нереально, мы не первый раз поднимаем этот вопрос. Я, кстати, когда собиралась сюда подъехать, я еще с собой приглашала, но мы назад договорились, то есть люди свои рабочие графики скорректировали. И Роспотребнадзор, то есть санитарные правила, кто будет вот это заключение давать санитарные и пожарников, но на сегодня быстро они не смогли с нами поехать, потому что они должны были здесь сами посмотреть. Первое по пожарной безопасности, первое, что требуется здесь, это обязательно автоматическая пожарная сигнализация, без этого заключения не выдается. Ну и, естественно, в любом авансовательном учреждении, в любом филиале, это все кнопка вывода, тревожная сигнализация, то есть все полностью так, но технические возможности у нас здесь вряд ли на пункт 01 вылезти возможно это будет. Но это, конечно, нужно будет заказывать именно экспертизу, потому что мы вот от вас сейчас когда придемся, Елена Анатольевна эту экспертизу будет все заказывать. Если это будет реально, то мы будем за вот это время пытаться что-то сделать. Ну, я человек не пессимист, но у меня, знаете, вот твердой уверенности, что мы это все пройдем и все, честно говоря, умеем. У нас каждый год, когда принимали школу, уже осенью, приезжали и пожарники, и электрики были, и санэкспресс-станция были. В течение, ой, в прошлом году даже не приезжали. Приезжали все пожарники, посмотрели, труба нормальная, электричество нормальное, все там пройдет, но остальное все, скажем, мы не в Европе, мы в России живем. Сегодня где-то слышал я по новостям, в какой-то школе где-то директор школы решил с родителей, ну, привлечить родителей, чтобы собрать деньги на парт. Не хватало парт. Подняли на весь всю Россию шум такой, как это она смела на парты собирать деньги там, вплоть до того, что она, наверное, уволилась даже. Мы 20 лет, мы ни копейки не собирали, сами сделали это здание, вот этими руками я сделал сами. Я священник, но я по гражданству строитель. Это было полуразрушенные стены бывшего колхозного клуба. Мы сделали сами. И мы ничего не просили ни разу. Каждый год ремонтировать это, строить, все сделать. Ну, вы можете прикинуть, что это стоит. Это не в одну тысячу ходит. В ремонтнике все проходило нормально. Дети получали нормальное образование, все поступали. Все. Что от этого зависит? Там кнопка. Кнопка у нас не было. Но без кнопок у нас дети не хуже, чем Корчина и Мамонтова получают образование. Вам террористы просто не доберутся сюда. А? Я говорю, вам кнопка не актуальна. Ну, не актуальна. Требования такие. Но у нас же не Европа. Мы в России живем. Мы идти в рекой дороге. Где вы в Европе такой дороги найдете? Ну нельзя же так. А мы учились на первом классе. Я здесь учился. Мы с керосиновой лампой были. Это 51-52 год. Времена изменились. Изменилась законодательство. Да, законодательство. Эти законы составляли люди богатые и сильно больные. Я хочу только, чтобы все, кто присутствует здесь и к вам, отвечаю, чтобы вы поняли правильно мою позицию. Если бы я хотела закрыть потеряющую школу, я 6 лет отработала и 6 лет назад, то есть в 2011 году, собственно говоря, прийдя, я понимала, что это незаконно и что что-то нужно делать, я бы ее приняла в меры для того, чтобы ее закрыть еще в того, что влияет. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня, не обвиняя никто, никого, ни в чем, попытались найти выход, как нам вот эту ситуацию решить. Вот вчера нам из министерства в ответ на ваше обращение пришло письмо. Примите меры и до 15 сентября отчитайтесь, что дети в селе Потеряевка, проживающие, обучаются в соответствии с законодательством. Вот в соответствии с законодательством, чтобы дети не взяли с собой. Ну смысл такой, там ответ вот такой, примите меры, что при обращении жителей Потеряевки в министерство выявлено нарушение законодательства, которое заключается в том, что дети обучаются в помещениях без лицензии. Примите меры и до 15 сентября отчитайтесь, как вы в соответствии с законодательством обучаете детей. Вот в соответствии с законодательством, либо мы получаем лицензию на это, на то, чтобы в адрес этот вписываем в лицензию Порчинской школы, и тогда работаем мы в таком режиме, создаем здесь филиал законно и все это делаем. Либо второй вариант, то есть организации, в организации здесь вот в Потеряевке дети обучаться не могут. Могут быть другие варианты обучения. Это семейное обучение, то есть семья сама обучает своих детей. С любой школой, которую выберет эта семья, заключается договор, и дети раз в год приезжают, сдают итоговую аттестацию. Ну вот в конце года. Это может быть раз в год, может семья договориться со школой, и каждую четверть для того, чтобы проконтролировать ребенок программу осваивания или нет. Потому что требований никаких иных нигде, ни в федеральных стандартах в образовании нет. В этой школе так можно учить, а в этой по-другому. Вот Рена Анатольевна присутствует, и педагоги, кто у нас работает, они знают, что они обязаны полностью, в полном объеме, весь материал, который нужно ребенку выдать, мы обязаны ему выдать. Там свыше программы, это, пожалуйста, лично лежало каждого. Можно обучаться дистанционно. Вот я уже все это время, такие варианты, это не первый год. Как нам можно? Можно обучаться дистанционно. Здесь тоже есть одно новое. Насколько у вас здесь возможно максимальная скорость интернета? Невозможно. Это невозможно. Тоже связь у вас здесь плохая. А у вас вообще здесь связь какая? Микофон. Микофон? Домашнее обучение. Это тоже невозможно. Как оно может родители, если они сами неполное там среднее образование, допустим, а ребенок идет в 8 класс, что он может родители, как ему преподать? И это тоже проблема. И это тоже. Вот вы с Ириной Анатольевной в Министерстве разговаривали, я с ней разговаривала в тот же самый день. И тоже вот она, варианты какие? Первое, нужно обвозить. Я говорю, снегоходы не оборудованы для перевозки детей. Она даже не поняла, о чем я ей говорю. О том, что зимой нужно только на снегоходе выехать отсюда. А если сломался снегоход? А если сломался снегоход, то есть это нереально. Отсюда детей никто не будет возить. Это только единственный вот для нас еще с вами возможный вариант. Это то, что дети проживают в Корчино, а на выходные или там, когда позволяет возможность сюда приезжать. Где они проживают в Корчино? Вот вчера, когда мы готовились к встрече с вами, с главой этот вопрос мы уже обсуждали. Единственное, что интерната у нас там нет. Мы можем только оплатить съемное жилье. Вот если квартиру снимать, то мы можем оплатить эту квартиру. Под чьим присмотром будут дети. Мы когда учились в интернате, я учился в 7 классе. Там у нас интернат был отдельно. Там был интернат. Там были воспитатели. Ночной дежурный обязательно. Обязательно. Столовая была там. Отдельно там комната девочки, мальчики отдельно. Там было много. Я же не скажу сколько, но лично было. Потому что деревень было много тогда вокруг. Сегодня. Под чьим присмотром будут там дети? Кто там будет? На неделю отправить детей. Представьте, там это. На следующий год у нас первый класс будет. А у вас нет возможности вот поселить детей? Ну для какие-то родственники, друзья, знакомые, кому много? Кто-то есть, но на это не способны просто. Там уже пенсионеры есть такие, что сами себя или... Нет. Ну там ты тоже говорила, что это нереально ребенка. Тем более два ребенка в четвертом классе, это еще маленькие дети и их куда-то поселить. Здесь надо как-то на законных основаниях сделать так, что есть деревья. Деревни есть. А школы... Да, если школы нет... Вы знаете, когда закрывали деревни, это было 70-е годы, мы взяли активные данные, более трехсот деревень в то время было уничтожено. Вот только по Алтайскому краю. Вот у нас потеряевка, рядом 7 километров в Уральске, те деревни нет. А закрывали очень просто. Первым делом закрывали школу. У нас школа была до 4-х классов, до 3-х школы. Люди, у кого дети стали уезжать. То в Порщино, то в Рибрику, то в Барнаул, там по разным местам. Потом закрыли коровники, там свиноферма, овцеферма, фицеферма была, конеферма, все это. И люди все же. Деревня перестала существовать. Понимаете? Так и сегодня. Нет, значит, мы видим, что у нас деревни-то исчезают еще больше, чем тогда было сегодня. Когда все разумеется, стали новые деревни, такие, да нигде больше не особо старые деревни, и люди построились и стали жить. Монтовск, который там пытался один сделать, Падай Ивановский почет, но у него не получилось. Он не мог получить регистрацию в поселке. Это раз, потом у него люди собирались по другому стату, чем у нас. Началась опьянка у него, воровство, там и прочее, и все, разрушилось, ничего. Потом приехала мама, кто там. Поэтому здесь надо вопрос решать так, чтобы школа была как два учителя на полстатки, но сохранить то, что есть у нас. Мы просто, видите, что мы успокоились, что я сказал, все нормально, учимся, ну и ладно. Ну а теперь с этим вопросом просто, чтобы дети учились, а у нас не жалко опять до президента доходить. У нас всегда когда в России что-то случилось, там раз с президентом, президент папку дает, что все сделали, говорит, все в порядке теперь. Получили зарплату вовремя, там кому-то квартиру отремонтировали и прочее. Здесь до президента можно дойти в том случае, если президент, да, чтобы занять здесь вот ее сохранить и закрыть глаза на то, о чем я вам говорила. Ни пожарные требования не выполняются, ни санитарные. Поэтому вот сегодня только ваше обращение в министерство, ну только эту ситуацию, понимаете, как меня в угол загнали. И я сегодня вот в таком состоянии, то есть я уже не могу закрыть глаза, как я шесть лет на это все закрывала глаза. Потому что для меня это, ну, вещи наказуемые, но я не боюсь таких наказаний, понимаете. Мне гораздо важнее, чтобы дети обучались. Я вот чисто как человек, как мать, как женщина. Поймите, мы не жаловались. Мы просто как эта ситуация. Каталья Анатольевна приехала и сказала, что вот такая ситуация, значит, что могут у нас не быть. Ну поэтому мы, если я наверное... Мы прощение, мы не жалобы не заявили, мы прощение сохранить в нашу школу. Ну, вы это так называете, министерство это называет обращение, в ответ на это обращение мы должны принять меры. Вот я сегодня вот совместно давайте придумать, что и как мы будем с вами проводить. Вы уже это готовое решение говорите? Нет, абсолютно. Если бы было готовое решение, знаете, я бы, может, даже и не поехала. Даже и не поехала. Потому что я хочу вот сегодня родителей тех детей, которые сейчас учатся, присутствуют здесь. Да, да, да. Отец? У вас дети какого возраста? Какие? Восьмой и четвертый класс. Восьмой и четвертый класс. Сочи сделаны один в городе старником. А еще четырклассники оденут? Ну нет, мы в Барнауле. Они в Барнауле вообще живут? То есть они переедут сюда к вам жить? Или по какой причине уже район здесь будет? Ну, так, по семейным обстоятельствам. Складывается еще. Здесь будут жить родители? Ну, пока они не будут. Здесь живет тетка его, и тетки он здесь будет. Только с нотариально оформленными документами? Это как? Либо временная опека. Ребенок такой должен проживать. Потому что это не только потеряется, это касается вообще всех детей, которые у нас проживают. Законными представителями любого ребенка являются его родители, либо опекуны. А если наши дети, как в Корчино, то там в Корчино кто-то должен взять на них опеку? Вот это тоже один из вопросов. На территории района, если на территории района дети обучаются, то опека не обучается. А если он из Барнаула приезжает сюда этот ребенок, он у вас весь учебный год живет? А? Весь учебный год живет ребенок? Конечно. И он уже не первый год здесь так живет? Первый год. Первый год. Потому что я вот хотела у Ирина Анатольевна спросить, как вы принимаете в школу? Потому что мы сейчас во всех абсолютно школах, дети, которые проживают у меня с родителями, на них, на всех оформлена временная опека. Которые, ну, если, допустим, из странного по странному живут, и есть такие дети. Я живу в Барнауле. На протяжении десяти лет у нас жили дети, учились в Барнаульской школе. Раз, два, три. Четверо детей. Все Потеряевские. Девятый, десятый класс. Ни разу в Барнауле у меня никакого документа не попросили. Не оформляли в школу и сама лично я. Родители не приходили. Ну, у нас в этом году вот сейчас двое в Барнауле. Десятый, одиннадцатый класс двое. Мальчик и девочка. Ирина Анатольевна. В школу поступили никто, никакой опеки, ничего. Какая была? Ну, вот потому что у нас проверок, сколько было по линии Росу Барнадзора, они у нас четко высмотрят, берут документы и все это проверяют, что и как. Поэтому я ей задала вопрос. У них вот проверка была в четырнадцатом году. В смысле? Проверка в пятнадцатом даже. Таких вопросов не возникало. Поэтому я их спрашиваю, потому что все потеряевские дети, они же у нас оборваны в Барчинской школе, и все там документы есть. Поэтому, если бы был готовый вариант, я бы вам его сразу сказала. Давайте обсудим вот такой вариант. Но все, что по законодательству, в принципе, какие формы обучения возможны, я вам тоже не сказала. Ну, вы увидите, что ни один из них не подходит. Ни один из них не подходит для нас. По тем обстоятельствам, какие есть у нас. Что говорить? Теперь школа, то что по всем этим, конечно, она не подходит. Вот. Нет, там печное отопление у нас здесь. Ну, печное отопление, оно не возбраняется. Печное отопление может быть, но только чтобы там, со стороны пожарников, там железо, в Барчинской школе, в Барчинской школе, в Барчинской школе, все нормально, все года проверяли, пожарники, все нормально. Ну, а не так смотрели. Просто, спасибо. Ну, ее и почему мы не стали в последнее время приезжать, принимать? Потому что она у нас нигде официально не числится. У меня и Роспотребнадзор, я вчера с ними разговаривала. Ну, ездили же проверять. Я говорю, ездили и вы, в том числе, ездили. И санэпидемстанция всегда проверяла, смотрели. Все мы приезжали, все мы смотрели. Я, наверное, раза два уже была. Ну, я знаю, что один год мы просто из-за дождей не проехали. А потом, раз здесь у нас этот адрес не указан, не ставили все, что мы будем принимать, если это неофициально. Поэтому я не знаю, что мы сейчас с вами придумаем. У нас еще когда здесь школа была, говорили так, что вы начнете что-то просить обязательно, что там школу вам сделайте, у нас нет никакого бюджета. Это мне мама там говорила. Ну, а я тогда только бы как-то начать дождей и говорю, ничего мы вас просить не будем. Сделаем все сами. Ну, как бы слово дал. Просить мы вас ничего не будем. Мы ничего не просили. Все это сделали сами. Как могли, так и сделали. Поэтому наше, что не так что-то сделано, это не от нас. Мы нормальные. У нас все работают фермера, платят налоги. У нас все официально оформленные фермеры? Конечно, конечно. Два у нас. А можно где-то от вас здесь сейчас попробовать подключиться через интернет? Или у вас только мобильные флэши? У вас вообще телефонная линия сюда Ростелекома? Нет. У нас только мобильные флэши. У нас только вот мобильные флэши. А модемы все? Да, да. Ну, в тарелках они. В тарелках. Там это не возможно. А вот такой мобильный персонал, как вот у меня, например, есть. Ну, сейчас-то там у нас везде интернет. До этого я покупала флэшку модем. Мобильный и свой компьютер вставлял. Мы здесь можем видеоролики просматривать. То есть спокойно смотришь видеоролики. То есть ролики вы можете смотреть на каждой кардаках. На кардаках. На кардаках. Ну, меня вот каждый день ловит нормально. Я к тому, что вот два ребенка четвертый класс, которые, понятно, что они еще сегодня и в дистанционном режиме обучаться. Они смогут у нас. То есть их обучать. Понятно, что мы и здесь мы будем говорить о том, что даже если это будет семейная форма обучения, то есть мы будем вот эти варианты. Сегодня я вот сейчас еще от вас мы вернемся. Я еще буду с министерством созваниваться. То есть все вот это вот еще им рассказывать. У нас замминистра будет в пятницу. Наверное, в следующую здесь планируется приезд замминистра образования Алтайского края. Я вообще настроена на том, чтобы ее сюда вам привезти и реально показать, что это такое, что это вот… Ну, как скажем… Ну, не так просто решить эту проблему. Ну, а вот если по ребенку восьмикласснику, если на дистанционное обучение… Ну, а по скайпу получается, что должен как бы скайп работать? Да. По скайпу работает очень плохо. То есть бывает совершенно… И ребенок просидит, и он вообще ничего Бог может не услышать. То есть вот такой вот связи, что постоянная и идеальная хорошая связь, такой нету связи. Даже через модель, через флешку, чтобы хорошо поговорить. Она может в любой момент оборваться. Может замедленно быть. Даже мы со школы пробовали от дома. А со школы до дома мы даже не могли настроиться, чтобы… То есть с такой вот связи, если бы кабельная была бы, да? То есть… Ну, кабельная, то у вас мегафон. Ну, понятно, что он вам сюда не будет кабель прокладывать, ни мегафон, ни билайн. Рост телефона. Если у вас вообще телефона, потом… У нас есть телефон, но он как-то… Радио телефон. Нет, а провод у вас сюда проложили? Нет. Мы не смотрели сегодня со стационаром. Радио. Там антенна вкорчено, антенна у нас. Вот так мы рассказываем. Я знаю, что мы по такому телефону уже разговаривали. То есть у вас кабель не проложили? Да. Уже в деревне мы год жили. Телефон еще проходило до разъезда. Но вдруг она же… Ну, все столбы поспелили и убрали. А электричество… Мы если бы на год еще опоздали, то электричества тоже бы не было. А мегафон тоже вышел в короче? Да. А… И тоже дорога на ту сторону такая же. Ну, еще… Оребеневский район нам не будет маршруты открывать, чтобы детей возить в ту сторону. То есть здесь нереальный вопрос. Вокруг… Какая-то программа? Есть села? Развитие села. Сделать дорогу вот сюда. Есть… Вот знаете, мы сейчас из Травного… Не то, что программа, а вот в Травном у нас случилась… Сложилась такая ситуация, что количество детей сокращается. Там уже практически дошкольников нет. На сегодня у нас семь детей шестов дошкольников осталось. Поэтому… Вот туда сейчас та дорога, которая имеется… Ну, там насыпь. Там же не полевая дорога, как у вас. У вас или здесь, в принципе, нет. Там… Это насыпь. Там вот сейчас… А вот сентябрь будет подсыпано все это. Щепнился… Завелана дорога. Газель мы уже получили для того, чтобы детей оттуда возить. То есть есть такая возможность. Но там хотя бы… Изначально должна быть какая-то дорога. Там частично щебеночное подкрытие пропало. Вот оно будет восстановлено. Никаких других программ для малых сел. Я почему еще спрашиваю, Ростелеком у вас есть или нет здесь. Дело в том, что Ростелеком в три деревни. Вот Ермачиха у вас недалеко здесь. Ермачиха, Травное и Украинка. Малые села, которые в районе есть. Туда Ростелеком проложил оптоволокно. И там сейчас у них и интернет будет хороший, потому что мы вот Травновских тоже будем возить. Понятно, когда дорога будет размыта, допустим, после сильной дождей или снегопада, мы детей не будем вывозить. Мы оставляем библиотеки там, которые у них есть, или оставляем компьютеры, чтобы дети могли прийти, подключиться. И в это время в школе будет идти трансляция урока. То есть он сядет и будет слушать. Там скорость будет позволить. Ну там и сейчас у нас уже, наверное, 512 скорость есть. Здесь так, что школа, чтобы соответствовать всем требованиям, какие сегодня там особенно Рост потребует надзор, это никогда такой школы здесь никто не сделает. И нигде, у нас ни в одной стране нет. Поэтому это вариант сразу, что какая есть, такая она и есть. Школа лучше этого не будет. Никто этого не сделает. Потому что за все 20 лет мы ни одного рубля от администрации района не получили. Ни одного. Это все делаем сами. Единственное, что учителя наши получали зарплату. Учителя получали, допустим. Весь бюджет района в этом только, может быть, пострадал, что наши учителя получали зарплату. Больше этого ничего не было. Поэтому здесь нужно как-то, может быть, так, что есть сегодня какие-то там законы, а мало комплектных школ. Школа должна быть. Малокомплектная школа. Вот об этом нужно. Здание, ну сами мы начнем, можем мы, как говорится, узаконить это. Это делалось. Нам были эти стены разрушены, передал сельсовет. У меня есть документ, чтобы безвозмездно передать. Но дальше мы уже сами доложили, все перекрыли, все сделали мы сами сборы. Об этом надо сказать, что мы школу сами построили для учеников. Не на парту собирали, а школу сами построили. На парту сами покупали или в школе? Все. Ну, мы не покупали. Ездил я по всем там школам, где были там на улице, там выборщины, где мы собирали, ремонтировали. Все это делали. Там стулья даже, где мы собирали там по разным способам. Где могли. Там, допустим, для химии, там какие эти приборы тоже чтобы мы также по школам где-то выпрашивали. Все это сами добывали. Все это сами добывали. Ну, сегодня у нас в школах более наполненных где-то уже 30-40 детей. Все, чего они добывали. Может быть, там на полставке или как-то. А остальные мы полставки будем сами собирать. Здесь не надо собирать. Здесь вам не надо будет собирать ничего. Я думаю, что все-таки в индивидуальном режиме, допустим, такие предметы. Вот я сейчас говорю о ребенке восьмиклассники. Поэтому на вас смотрю. Есть предметы такие, как технология. У вас все равно базы нет. Каким образом преподают здесь технологии? Ну, на дому, у правителей, там инструменты. Ну, то есть, правильно я понимаю, что чисто ребенок работает. Есть такие предметы, которые можно все-таки в режиме где-то заочного обучения. То есть, мы вот сейчас еще юридически будем. Я вчера с министерством разговаривала. Просила их тоже. Вот разные-разные варианты. Насколько мы можем комбинировать очное обучение, заочное обучение, семейное образование, что-то в семейной форме преподавать. То, чего правильно вы говорите. Математику в восьмом классе далеко не каждый может. Кимию и физику. То есть, часть предметов будет преподаваться. Часть предметов, возможно, в дистанционном режиме. Либо видеозаписи уроков. Если вот вы ролики можете смотреть. То есть, можно в школе этот урок записать, выложить. Ребенок возьмет, посмотрит. То есть, будем искать какие-то выходы. Я думаю, что вот результатом нашей встречи давайте. Вы все равно вам, министерство тоже, наверное, пришлет письмо. Они прислали еще ответ. Ну, мы его, собственно говоря, читали. Ответ, который вам придет, он будет аналогичен тому, что нам написали, рекомендовано принять меры. А вот какие конкретные меры? Никто ничего не подсказал. Вы как говорили, проблема-то в чем сегодня? Что? Адрес, лицензию указать и все. Что учителям мы там эту зарплату платим или что? Ну, без лицензии мы 20 лет. А этот год сейчас пока уже нельзя. Нельзя. Это будет уже не действительное обучение. Нельзя. Не получится. Нельзя. Вот именно, что нельзя. У нас, вот я в 11-м году пришла, у нас детские сады еще работали без лицензии. За это время все абсолютно детские сады лицензии получили, все школы, в том числе Ермачиха у нас была без лицензии. Сейчас все. Рособоронадзор очень жестко на нас давит. Без лицензии не было. А куда взялся этот потребодзор? Создали. Это просто парадивная какая-то организация. Да, абсолютно с вами согласны. А почему вы не при... А то у вас так... О, давайте-ка мы похода дальше вам, чтобы школа у вас соответствовала, мы сделали. Почему этого не сделали? А если нет, задушить. Я поэтому и в министерство Татуре с вами говорила. Давайте совместно принимать решение. Мы не изменим. Вот другого здания здесь у вас не будет. Мы будем просить тогда что? Будем вплоть до министерства уже что? Постройте нам школу. Просите. Если построят их абактуралы. Вместе с вами буду просить тоже, чтобы построили школу. Ну, не из-за ничего. Просто все нормально. Дети получают отличное образование. В этом нет никаких нареканий. А учителя у вас проходит квалификация? Да. Проходит у нас один учитель. Высшая категория. Два раз. Первая категория. Все нормально? Проходит? Я прежде чем... Вот Елена Анатольевна, наверное, перед вами, наверное, с Пителяевым разговаривала. И когда я сказала, что у нас такая ситуация есть. Я говорю, что мне делать? Как мне это? Он первый вопрос задал. Как они у вас будут ОПГС сдавать? Я, вы знаете, замечательно сдаю. Три ребенка нынче выходило. Все три с отличными аттестатами ушли. То есть здесь не проблема. Ну, тогда другой вопрос. Вот без лицензии. Вот будет адрес лицензии указан. У вас не изменится ничего. Поэтому нам с вами надо вот здесь вот, по крайней мере, сейчас, приложить меры для того, чтобы вот эту лицензию все-таки начать получать. Ну, начать. Ну, до 1 сентября мы уже не получим. Нет, до 1 сентября вы не получите, поэтому мы тоже будем сейчас. Это, знаете, мы почему это не делали? Потому что это, чтобы сделать, мы даже дом, когда было, пришлось до 10 раз только съездить в магазин. Один лет. А у нас сейчас каждый час. Видите, мы вот пришли только на работе. Этим бы занялось. Сейчас вот уборка началась уже. У нас только сейф кончился. Да. Я даже не рассчитываю на то, что мы до 1 сентября что-то с вами сделаем. Но вы со своей стороны начнете хотя бы вот в течение этого года оформлять. Начнем с этого года. А мы... А мы... А мы... А мы... Ну, я вам не могу сейчас сказать. Я сейчас приеду, я буду в министерство звонить, что я опять им буду говорить, потому что я вам открыто говорю. Вот сегодня, когда это известно, вообще везде министерство это вот такое значение придало, потому что с нас сейчас будут спрашивать. Я им, естественно, буду о том, что мы с вами встречались, я буду докладывать, что вот эти варианты, которые мне предлагали, и я вам предлагала, и то, что я сама продумывала, и то, что это нереально. Возить мы не можем, дистанционно обучать мы не сможем. Дальше, проживать у вас дети нигде не смогут, потому что интернатов у нас нет вообще. Вы бы у нас сегодня в Мамонтово интернат, я бы вам просто-напросто вас бы тоже поставила в ситуацию без выбора. Вот в Мамонтово есть интернат, детей привозите, сдаёте на 9 месяцев, и дети там живут. Как оленеводы своих детей на 9 месяцев. Ну, это я... Нас только на 1-2 жили, мы на неделю. Ну, это я грубо говорю. То есть, мы, допустим, там в понедельник привезли, в пятницу забрали. А трактор возил, трактор приезжал, трактор с санями, с пудкой нас забирал в субботу. Ну, у нас это тоже нереально. Если, допустим... Ну, опять же, у вас педагоги, я понимаю, что все люди семейные. Елена Анатольевна тоже не может с понедельника уехать и довериться вместе с детьми и жить в Корчино. Или ещё два педагога у нас есть. Кто-то может дополнить. Кто-то из вас... Кажем своё хозяйство. На политическом хозяйстве. Вы живёте личным хозяйством. У вас другого источника дохода нет. То есть, никто из ваших не сможет поехать. Нет. Доверить кому-то... Ну, если она будет присутствовать, то мы им тогда будем снимать квартиру. И сам уже будет положено. На 10. Вот. Поэтому здесь только одно. Как-то так решать, чтобы было... То, что ты из-за лицензии... А если вот дистанционно... Ну, вот дистанционно. Ему посмотреть даже этот ролик. Кто будет оплачивать трафик? Он ночью должен сидеть, когда безлимитная. То есть, там 40 гигабайт – это 800 рублей. То есть, на 7 не хватает. Нет. Если, допустим, мы пойдём на дистанционное образование, то мы будем оплачивать сами. Люда, ну нереально. Я поэтому не спросила. А заплатили? Знаешь, когда все это... Это сколько будет? Это же очень много будет. Много – это сколько? И сколько? Ну, если 40 гигабайт не хватает...